Приветствую вас. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что вы хорошая мама. Вы хорошая мама, которая искренне беспокоится за своих детей, которая искренне желает всего самого лучшего, которая намутится на них настолько, что даже имея уже взрослых сыновей, да, написала вот сюда, на наш ресурс, с тем, чтобы попытаться понять, почему же у ее детей проблемы в личной жизни. А я лично, вот такое письмо, как у вас, такое сообщение, как у вас, я встречаю первый раз в жизни, и хочу вам сказать, что, ну, действительно, вы хорошая мама, хороший родитель, я думаю, что вы более чем достойный человек, и, понимаете, вы воспитали очень хороших людей, вот судя по описанию. Во-первых, вы сумели дать им главное, что вот то, что они два брата, то, что они два самых близких по ответу человека, означает, что они, как бы, ну, должны дружить, должны принимать друг друга, да, должны вместе проводить время, и они определенно друг друга любят, у них есть связь между ними, как у братьев. и они успешные, они перспективные, да, они правильные, то есть они не имеют никаких там временных привычек и прочее, и это все ваша заслуга, на самом деле. Это очень серьезные люди, серьезные во всех отношениях, осознанные, высокоморальные и прочее. То есть все вот это, все вот это, невозможно было бы без вас. Это совершенно точно, совершенно определенно. Вот все, что вы описали своих детей, это все ваша заслуга. и, как ни странно, как ни странно, у любого явления в жизни, у любого, ну, у любого характера, абсолютно у любого характера, есть обратная сторона. Так вот, обратная сторона того, что вы написали, а это обратная сторона серьезности парней, обратная сторона их ответственности, обратная сторона их, как бы, мужественности и так далее, это то, что девушки, девушкам, точнее, их возраста, с ним, ну, как мне видится, попросту скучно. То есть они, они для них, для девушек, их возраста, просто-напросто слишком серьезные. И девушка, девушка, подсознательно чувствует, что она не дотягивает до уровня ваших детей. В данном случае, до уровня, до уровня конкретного мужчины. И подсознательно она это чувствует и понимает, что ей нужно расти чтобы дотянуться до уровня вот мужчины. А это, как вы, я надеюсь, понимаете, это труд, это работа над собой, это личностный рост, развитие и так далее. И естественно, что девушка выбирает, ну, очень часто, к сожалению, но девушка выбирает легкий путь. Легкий путь, то есть, путь, например, уйти к другому мужчине, которым она не будет чувствовать себя неполночемно, с которым она будет чувствовать себя, ну, как минимум, на давних, это в худшем случае, а в худшем случае она будет чувствовать себя выше, выше, чем он. Вот именно это и нужно девушкам, когда они уходят от ваших детей. и поскольку ваши дети и люди осознанные, как мы уже сказали, то они, знаете, как, не перебирают женщин, а они стараются все-таки построить отношения с ними на основах время понимания, на основах любви, на основах каких-то чувств и прочее. То есть вот это вот все есть у ваших сыновей. А девушки этого не ценят, потому что еще раз для них ваши дети слишком, ну, я бы сказал, слишком хорошо. Я вот думаю, что именно так обстоят дела. Значит, что теперь получается, что теперь происходит, что теперь имеет место быть? Ну, кроме того, что ваши дети получили опыт, достаточно хороший опыт в жизни. Такой опыт, что без девочек можно достичь всего в жизни. Это хороший опыт, потому что если раньше ваши дети считали, что женщина нужна для того, чтобы достичь каких-то определенных высот, что женщина нужна для того, чтобы чего-то добиться, то теперь, теперь, скорее всего, они так не считают, теперь, скорее всего, дети знают, что женщина как, ну, как средство для чего-то, как такое вот достижение, это не работает. Вот, к сожалению, это не работает. И они поняли, что, вероятно, возможно, они чересчур много, во-первых, своим женщинам позволяли, во-вторых, они поняли, что и без женщин можно чего-то достичь, потому как они успешные люди, и, в принципе, для подтверждения своей успешности женщина им не нужна, и это вот правильно. Ну, а дальше они будут просто искать себе таких людей и именно людей. Я специально сказал это слово людей, не женщин, как ноговых, потому что до этого они искали себе именно женщин. А теперь они будут искать людей, которые бы разделяли их взгляды, разделяли бы их стремления, разделяли бы их интересы и их деятельность. Что вот самое главное деятельность. И в процессе этой деятельности, а деятельность это осознанные как бы осознанные самостоятельные процессы волевого человека, да, то есть субъекта воли, не желаний, как было до этого, а именно воли. Вот когда они встретят таких людей, вот тогда у них будут отношения. Крепкие, настоящие, равноправные, если угодно, и так далее. Но для этого всего нужно время, для этого всего нужен опыт, багаж жизненный и прочее. А главное, для такого типа отношений нужна случайность. То есть не получится вот так взять, да, и внезапно построить отношения с кем-то. Не получится. Это будет происходить постепенно. Это будет происходить более длительный процесс, более длительное время, но зато на выходе эти люди получат именно то, чего они по большому счету именно достойны. То есть крепкие, серьезные отношения. То есть поймите такую простую вещь, вы не виноваты, вы воспитали хороших людей, серьезных людей. Просто молодежь современная, в частности девушки, по большому счету, особенно если пас-парни встречаются с ними именно как с девочками, то есть изначально их не связывает ничего. Никакая совместная деятельность, никакие совместные дела, никакая работа, никакие проекты, ничего, то вот такие девушки, как правило, скорее всего, очень быстро понимают, что либо они слишком таким вот хорошим мужчиной управляют как хотят, ваши дети, судя по всему, не позволили этого делать, либо они должны расти до их уровня, чего тоже девушки не захотели, судя по вашему описанию, и наконец третий вариант, это уйти к другому мужчине, с которым она будет чувствовать себя более полноцемно, и вот это происходит, и это нормально, поэтому ваши сыновья сейчас проходят на самом деле такой не самый приятный, не самый классический, не самый обычный, но тем не менее правильный и естественный путь, на выходе которого они будут самостоятельными, самодостаточными людьми, которые будут общаться с такими-либо, как они, людьми, и рано или поздно с кем-то из женщин этого круга, который они сами себе выберут, они создадут союз, когда будут готовы, но это будет союз уже не молодых людей, как было до этого, это будет союз взрослых, серьезных, осознанных личностей, на это требуется время, потому что для такого союза, возможно, они еще не готовы, а на меньшее они также не готовы идти, потому что для них это неприемлемо. И отсюда вытекает, что вы ни в чем не виноваты, вы сделали все правильно, просто именно потому, что вы сделали все правильно, именно потому, чтобы вы стали достойных людей, отношения для них это действительно очень важная часть жизни. И если они будут взять отношения, то они будут такими же, как и они сами, серьезными, долгосрочными, неспешными, настоящими. А это нужно еще поискать. Так что я надеюсь смог до вас донести свою мысль, надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи. и удачи. Спасибо за субтитры,